МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Новости на восьмом. А значит, в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Ни икры, ни мандаринов. Россельхознадзор наложил эмбарго на ряд косточковых и семечковых культур из Китая. По семечковым – это яблоки и груши. Это Россия пойдёт, Сербия, ЮАР, Молдова, Новозеландия. По косточковым – это персики, абрикосы, нектарины, сливы – это Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Протоптали, а теперь золотали. Уникальный детский сад с игровой зоной на крыше скоро вновь примет детишек. Подрядчиками произведена укладка гидроизоляции на всей территории крыши. В данный момент устанавливается брусчатка. Всем спать. Бессонница – опасный враг. А как её победить, знает специалист из Сан-Франциско. Также в выпуске «Детский сад в университете» на кампусе ДВФУ для местных жителей и сотрудников построят детский сад на 350 мест. Ещё раз скажем – медицинский прорыв. Приморские врачи освоили несколько новых и сложных операций. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Молодые семьи, живущие на Дальнем Востоке или переезжающие в регион, смогут взять ипотечный кредит под рекордно льготный для России процент – по 2%. Программа будет действовать до 1 января 2025 года. Она доступна только участникам программы «Дальневосточный гектар». Отвечать за реализацию будет Корпорация развития жилищного строительства. Акционерное общество Корпорация развития жилищного строительства выбрано региональным оператором по реализации в Приморском крае проекта «Дальневосточная ипотека» и одобрено президентом России Владимиром Путиным. Распоряжение об этом подписал губернатор края Олег Кожемяка. Государство будет субсидировать процентную ставку, чтобы она не превышала 2% в год из федерального бюджета. По оценке заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, только в будущем году на это потребуется от 5 до 10 миллиардов рублей. Ожидается, что программа позволит значительно нарастить объемы строительства. Земля леопарда обеспокоена массовым выловом производителей киты местным рыбзаводом в устье реки Барабашевка и планами рыбзавода на добычу киты в реке Нарва. По мнению специалистов, земли леопарда вылов лососевых обедняет. Биоразнообразие парка препятствует естественному нересту лососей. Барабашевский лососевый рыбный завод действует в Хасанском районе уже 25 лет для воспроизводства лососевых. В рамках этой работы он ежегодно ведет добычу киты из икры, из которой выводится молоть и впоследствии выпускается на волю. Вместе с тем, в целях сохранения естественных нерестилищ в реках, а также для повышения выживаемости популяции, как правило, рыбзаводами устанавливаются проходные дни. В это время вылов рыбы не ведется и она беспрепятственно поднимается на нерест верховья рек. Охрана нерестящейся рыбы – одна из важных задач земли леопарда. За семь лет существования национального парка достигнуты значительные успехи в увеличении количества нерестовых особей в реке Нарва. Как отмечает Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». Рыбоводным заводом на реке Барабашевка вылавливаются практически все производители для закладки икры. В связи с тем, что пропускные дни для прохода кеты на естественные нерестилища не установлены, наносится ущерб биоразнообразию национального парка. Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря стараниям наших сотрудников стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом. Обеспокоенные судьбой популяции лососей руководство «Земли леопарда» направило обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с предложением в случае необходимости организовать дополнительный забор икры на реках, не протекающих по территории национального парка. Эмбарго на ряд косточковых и семечковых культур с маркировкой «Made in China» ставят под вопрос наличие мандаринов на новогоднем столе россиян. Китайская сторона срочно пригласила специалистов Россельхознадзора посетить для инспекции места выращивания запретных плодов, чтобы развенчать факты о заражении фруктов вредителями. Каковы прогнозы и как долго это продлится, расскажет Дмитрий Беломеснов. В Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая. С 10 августа приостановлен ввоз в Россию косточковых и семечковых культур из Поднебесной. Формально запрет ввели из-за выявления поставок продукции, которая заражена карантинными объектами. Россельхознадзор указывает, что за два последних года карантинные вредители были выявлены в 48 случаях. По каждому факту поступления в Россию зараженной продукцией Россельхознадзор направлял официальные ноты в Национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. Запрет распространяется на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Запрещенные к возу китайские фрукты замещают краснодарскими и молдавскими, однако цены на них значительно выше. Фрукты и ягоды из Китая имеют привлекательный внешний вид, самую низкую цену и хорошо хранятся. Все это делает их популярными среди потребителей. Для сравнения, за один килограмм нектаринов из Китая в среднем магазине покупатель отдает 60-80 рублей. А вот за один килограмм нектаринов из Казахстана он отдаст от 100 до 150 рублей. Россельхознадзор также отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. А в Приморье плодоовощная продукция из КНР исторически занимает доминирующую долю в структуре товара оборота. Доля поставок яблок достигает 50%, нектаринов, персиков и абрикосов свыше 90%. Быстро заместить такой объём продукции не получается. Специалисты пытаются решить проблему. Так, поставки яблок частично замещаются российскими производителями. В настоящий момент для России существует не так много рынков, на которых можно закупать фрукты и овощи. В частности, это иранский рынок. Ну, закупленные продукции до 10 августа, которые мы закупили, на неё цены не поменяются. Ну, а дальше будет альтернатива, конечно, замещающая продукция. По семечкам это яблоки и груши, это Россия пойдёт, Сербия, ЮАР, Молдова, Новозеландия. По косточковым это персики, абрикосы, нектарины, сливы – это Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Эксперты считают, что временный запрет серьёзно не повлияет на российский рынок. Однако Сибирь и Дальний Восток, где китайские поставки занимают львиную долю фруктового рынка, недостаток ассортимента ощутят. Добавим, что запрет на ВОЗ распространяется не только на товарные партии, но и на продукцию в ручной кладе и багаже. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. На Русском острове построят детский сад на 350 мест для местных жителей и сотрудников ДФУ. Он будет возведён напротив кампуса в районе дома номер 10 на улице Аякс. Подготовить проект должны за 35 дней. Подрядчик уже определён и для детского сада выделили площадь больше 32 тысяч квадратных метров. Само здание планируется сделать трёхэтажным. Как указано в документации, при разработке фасадов необходимо продумать, как вписать здание в существующую застройку и рельеф, а также учесть современный, в том числе иностранный опыт проектирования и строительства дошкольных общеобразовательных организаций. Построить новый детский сад планируется на федеральные средства софинансированием из муниципального бюджета. А тем временем ремонт в детском саду на Интернациональной 52 подходит к завершению. Рабочие устранили главную проблему уникального учреждения с прогулочными площадками на крыше – протекающую кровлю. Сад был закрыт на реконструкцию в начале июня этого года. За это время в здании была сделана новая гидроизоляция, уложена брусчатка, окрашены стены и переведены в порядок коммуникации. Подробности в нашем сюжете. Детский сад на Интернациональной 52 скоро вновь распахнёт свои двери для дошколят. Закрыть сад на ремонт пришлось из-за протекающей крыши. Всем малышам предложили места в соседних учреждениях. Подрядчиками произведена укладка гидроизоляции на всей территории крыши. В данный момент устанавливается брусчатка. Установлены новые воронки, которые будут предотвращать проливание воды на этажи. Напомним, здание детского сада «Золотой ключик» построили 50 лет назад. В 90-е он был передан в аренду в частные руки. Чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого была проведена масштабная реконструкция. Перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. Особенностью сада стала эксплуатируемая кровля. Горки, качели и веранды установлены прямо на крыше. Конечно, безопасности детей было уделено особое внимание. По всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой. Это позволило решить проблему с прогулочными зонами, которые невозможно было разместить на земле из-за плотной застройки микрорайона. В результате сад принял 300 детей. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. В доме путешественника Арсеньева открылась выставка, посвященная жизни современного европейца в мультикультурном пространстве. Главной героиней проекта стала Марилия Петит, которая приехала в Приморье на велосипеде из Франции в поисках новых впечатлений и девственной тайги. Подробности в следующем материале. Эти фотографии – рассказ о мечте, о жизни в гармонии с природой. О французской девушке, которая отважилась совершить дерзкое путешествие, завершившееся на берегах реки Бекин в Приморском крае. Я была в пути, приехала на велосипеде, спустя полтора года путешествия. Мы искали тогда нетронтый тайга и общение с коренними народами. И я и осталась, потому что я и находила много, могла в этом среде свои мечты осуществлять, то есть иметь какой-то опыт в тайге, именно жизненный. Не зарабатывать деньги этим, не туризмом заниматься, даже не научным работой исполнять, а действительно жить. В дельте реки Бекин Марилия стала членом удыгейского рода, женой охотника, матерью. Живя в селе Уланга, она вела дневники и писала письма на родину. После гибели мужа Петит вернулась во Францию, где сейчас рассказывает о приморской природе и народе удыге. Я рассказываю, какие ощущения действительно в этой природе можно иметь, сливаться с этой природой, гармонии с этой природой, ценности, которые я там находила. И в самом деле тоже рассказываю о исчезании одного народа и одного взгляда и отношения с природой. Посетители выставки увидят фотоальбомы с авторскими снимками, письма Марилии и бабушке во Францию, предметы быта, карту Евразии с нанесенным маршрутом путешествия. Экспозиция в доме путешественника Арсеньева не случайна, ведь именно созданные им образы тайги и её обитателей позвали в дорогу Марилию Петит и многих других путешественников. Олег Завьялов, Дмитрий Бломеснов, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу, сразу после которой. Медицинский прорыв. Приморские врачи освоили несколько новых и сложных операций. Всем спать. Бессонница – опасный враг. А как её победить, знает специалист из Сан-Франциско. Музей Кремля в музее Арсеньева. Жители и гости Приморского края получат возможность познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, СССР и современной России. Партнёр выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойдённым качеством и свежестью, а бережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Медицинский прорыв. Приморские врачи освоили несколько новых и сложных операций. Всем спать. Бессонница – опасный враг, а как её победить, знает специалист из Сан-Франциско. Музей Кремля в музее Арсеньева. Жители и гости Приморского края получат возможность познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, СССР и современной России. С начала этого года врачи Приморского края освоили и успешно выполняют сразу несколько видов операций. Так, врачи клинической краевой больницы номер один успешно внедрили в практику операции на щитовидной железе эндоскопическим способом. В три прокола, от которых через месяц практически не остается и следа. Во Владивостокской клинической больнице номер четыре решают самые сложные задачи по лечению варикозной болезни благодаря современному лазеру, который приобрело медучреждение. Альтернативную методику при протезировании ментрального клапана сердца освоили врачи медицинского центра ДВФУ. Пациент может вставать на ноги уже на следующий день после операции. Одно из знаковых событий в здравоохранении региона в Приморье случится ближе к концу этого года. В Крае откроется отделение детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Масштабные ремонтные работы развернулись в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи еще в июне. Бессонница – серьезный недуг, который может привести к душевному и физическому истощению организма. Как утверждают некоторые психотерапевты, сегодня в бессоннице страдают более половины населения в мире. Можно ли справиться с нарушениями сна? Об этом моей коллеге Светлане Садовой рассказала врач, специалист по НЛП из Сан-Франциско Ольга Стевко. Стрессы, болезни, расстройства психики, пожилой возраст. Диагноз «бессонница» сегодня можно поставить значительной части населения во всем мире. Например, в США бессонница вообще приняла характер эпидемии, говорит врач Ольга Стевко. Родом из Владивостока, уже больше 20 лет она живет в Сан-Франциско и профессионально изучает возможности человеческого подсознания. Бессонница, утверждает доктор Ольга, может не только пагубным образом отразиться на здоровье, но и в целом в разы понизить возможности человеческого потенциала. Некоторым людям невозможно заснуть с каким-то звуком, а некоторым наоборот, что невозможно заснуть в тишине. То есть очень много факторов, которые влияют. И если очень заняты ум, то да, будут бесконечные мысли, а то по кругу мысли идти, и будет очень трудно заснуть. В хроническую форму бессонница может перейти, когда человек с острой тяжелой бессонницей начинает сомневаться, сможет ли он заснуть, а также беспокоиться, что из-за нарушений сна у него снизится работоспособность или появятся проблемы со здоровьем. Ситуацию во многих случаях осложняют неверные действия больных, с помощью которых они пытаются нормализовать сон. Например, могут дремать в течение дня или употребляют на ночь алкоголь. У меня были многие клиенты, которые мне говорили, вот мне алкоголь помогает уснуть, они расслабляются. Может быть, только на какой-то короткий срок, а потом, наоборот, алкоголь, если кто-то выпил алкоголь, то они будут просыпаться чаще. Это будет влиять на мозг, на нервную систему, на печень. И в конечном итоге приведет даже к большим проблемам. Бессонница – серьезный диагноз. Но если человек испытывает проблемы с засыпанием, уже можно считать, что заболевание присутствует в легкой форме. Есть универсальные советы, которые могут помочь заснуть. Прекратить смотреть телевизор и пользоваться любыми гаджетами. Принять теплую ванну, выпить чай с травами, мятой или валерианой. За час до сна лучше прекратить любую бурную деятельность. Кроме того, существуют специальные техники, которые могут помочь расслабиться. Когда вы уже лежите перед сном, вы поставьте руки, вот ключицы, под ключицами на середине. И вот так вот прижмите. И начайте вращать круговыми. Да, вот ключицы – это такие выпуклые корточки две от грудины. И на середине под ключицами. И начинайте вращать, таким круговым движением массажировать. И говорите слова «умиротворение» или «я умиротворена» и «сонно». Или просто «умиротворена», может даже три – «спокойно» и «сонно». И говорите это монотонным голосом. И перед этим вы можете сказать, мое намерение быть спокойной, умиротворенной и сонной. И потом вот так монотонно «умиротворена», «спокойно» и «сонно». В это время нужно представить цвет, который у вас ассоциируется со спокойствием, и как бы окутать себя этим цветным облаком. Методик и приемов, которые помогут расслабиться и уснуть, у специалистов множество. Главное – вовремя к ним обратиться. Сделать это стоит, если проблемы со сном мучают вас больше трех раз в неделю. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Музей имени Арсеньева готовится к выставке наград и собрания музеев Московского Кремля, торжественное открытие которой состоится 3 октября. Жители и гости Приморского края получат возможность познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, Советского Союза и современной России. В марте прошлого года руководителями музея-заповедника Московский Кремль и музея Арсеньева было подписано соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. В рамках соглашения музеи Московского Кремля проводят во Владивостоке ряд выставок из собственного собрания. В прошлом году была представлена выставка «Карта России. Вехи истории», где были показаны царские сокровища Московского Кремля. Подробности в следующем материале. Это поистине уникальное событие для Приморской столицы. Более 80 экспонатов, каждый из которых – сокровище. На выставке представлены предметы, которые созданы в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Некоторые произведения показаны в новом ракурсе, а другие выставляются впервые. В первый раз мы из Кремля привезли сюда выставку. Выставка состоит из экспонатов, которые мы практически никогда не выдаем. Здесь даже есть часть предметов, которые покидают Кремль в первый раз. Знаковый экспонат выставки – ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству Транссибирской железной дороги. Центральным предметом экспозиции является вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского института ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II. Великолепные экспонаты отражают историю формирования территории русского государства от Московского княжества до Российской империи. Нам хотелось именно такую выставку об образовании государства российского сделать здесь, в Владивостоке, поскольку с присоединением к стране Приморского края закончилось формирование России как Российской империи, России как огромной державы. Среди экспонатов – Владимирская икона Божьей Матери, золотая чарка великого князя Василия III с выгравированным на дне гербом, наследием Византии, знамя Ермака Тимофеевича, предметы китайского парадного конного убранства, медали в память о присоединении к России Крыма и Тамани в конце XVIII века и многие другие свидетельства истории нашей страны. Показательно, что музей Арсеньева и музей-заповедник Московский Кремль подписали договор о пятилетнем сотрудничестве, а значит, Владивосток ждет еще несколько столь же великолепных выставок. Представлением здесь той часть национального наследия, которое гораздо старше, чем регион, в котором мы живем, хранится в музеях, которые находятся чрезвычайно далеко от Дальнего Востока, от Владивостока. И без понимания, без доступа к которому полное понимание или полноценное понимание страны вряд ли возможно. В этом году музей Арсеньева представит проект «За службу и храбрость» награды России. В Приморье привезут легендарные ордена эпох Российской империи, СССР и современной России. Знаменитые боевые награды – ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и Нахимова – напомнят о славных страницах отечественной истории. Жители Дальнего Востока впервые увидят легендарный Орден Победы, которым в 45-м году был награжден маршал Константин Рокоссовский. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Приморские фигуристы готовятся к старту сезона. После летних выездных сборов спортсмены вернулись во Владивосток. Сейчас самых опытных мальчиков и девочек настраивают на важные соревнования. Впереди их ждет спартакиада учащихся России и первенства страны. Подробности расскажет Максим Яковлев. Лед спорткомплекса «Полюс», кажется, никогда не бывает пустым. Его постоянно обкатывают как хоккеисты, так и представители фигурного катания. К слову, именно приморские фигуристы сейчас ведут активную подготовку к новому сезону. Даже в летний период спортсмены не отдыхали, были на учебных сборах в западной части России. Мы максимально подняли уровень и теперь пытаемся вырваться уже, уже бороться, естественно, с уровнем ЦСКА, ведущих школ, либо отправлять. Мы учимся сами с тренерским составом. Стараемся ездить, выезжать, обмениваться опытом, чтобы дальше расти детей. Особое внимание уделяется старшим группам, которые постоянно прославляют наш город на всероссийских и международных соревнованиях. Ребята только за последний год заняли весь пигистал на турнире в Литве, успели заявить о себе на сахалинских детях Азии и побывали в тройке лучших на столичных состязаниях. Одна из самых перспективных местных спортсменок – Ксения Касимова. Родители хотели отдать девочку в плавание, но в итоге передумали. И не прогадали. Сейчас она кандидат в мастера спорта. Ксюша уже своеобразный козырь приморской сборной. У меня две программы, они абсолютно разные. Короткая она энергичная, а произвольная она такая более романтичная как раз таки. Они мне обе очень нравятся, но они абсолютно разные по стилю. Интересные программы ставят и парням. Они одни из первых, кто пробует выполнять самые сложные элементы фигурного катания. Вот, например, при помощи своеобразной страховки, похожей на этакую удочку, спортсмену помогают сделать четверной оборот. Не каждый взрослый мужчина такое сможет. При этом среди сильного пола этот вид спорта здесь не самый популярный. На весь Приморский край у нас два мальчика и все в нашем клубе. А вот когда выезжаешь на всякие всероссийские соревнования, там уже намного больше мальчиков. Я часто в детстве болел. Решили закалять. Хоккей не хотели отдавать, потому что он более такой жесткий. Ну, пришли в фигурное катание. Ближайшим вызовом для местных фигуристов станут краевые соревнования, которые пройдут в Владивостоке. А уже затем самых опытных спортсменов ждет целая череда важных выездов, включая спартакиаду учащихся и первенство России. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ни икры, ни мандаринов. Россельхознадзор наложил эмбарго на ряд косточковых и семечковых культур из Китая. Детский сад в университете. На кампусе ДВФУ для местных жителей и сотрудников построят детский сад на 350 мест. Протоптали, а теперь залатали. Уникальный детский сад с игровой зоной на крыше скорой вновь примет детишек. Медицинский прорыв. Приморские врачи освоили несколько новых и сложных операций. Всем спать. Бессонница – опасный враг. А как ее победить, знает специалист из Сан-Франциско. Музей Кремля в музее Арсеньева. Жители и гости Приморского края получат возможность познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, Советского Союза и современной России. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток.